Всем доброго времени суток, меня зовут Аная. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером школы Белого Лотоса, Белым Магом и Бионеркетом. В этом видео я хочу вам сделать объявление о двух предстоящих мероприятиях в нашей школе. Первое бесплатное мероприятие, которое пройдет 7 сентября, и второе мероприятие у нас является платным и пройдет оно 13 октября. В общем, я хотела объявить об информации, которая будет раскрыта у нас на этих мероприятиях, что же мы с вами будем рассматривать, над чем мы с вами будем работать. Вот первое мероприятие 7 сентября, которое у нас будет «Магия трансформации онлайн». Читать я буду эту лекцию в общем доступе на ютубе в прямом эфире. Зайти могут все желающие, и ссылка на запись расположена на сайте. Заходите на сайт www.belotus.com, там вот под рекламой мероприятий находится ссылочка, нажимая на которую вы дойдете на страницу, где будет прямая трансляция проходить. Значит, что за тематика «Магия трансформации» мы с вами в нем рассматриваем. На самом деле тема очень важная, очень серьезная в ракурсе того, что происходит с людьми, но очень сложно это объяснить, донести. Поэтому я все равно ее раскрою, насколько вы поймете, надеюсь, что вы постараетесь полноценно, как-то более глубоко окунуться в эту информацию. Дело в том, что самые большие проблемы люди испытывают, когда у них в жизни начинается какой-то переломный этап. В стиле не только проблемных ситуаций, ну, когда вот одна проблема за другой, там еще, потом по накатной, или вот магическим образом, значит, вы там хотите что-то хорошее сделать, и у вас вечно что-то ломается, и постоянно что-то не получается, или только вы поднялись на какой-то уровень, и все начинает рушиться. Бывает так, что вот эти проблемы повторяются циклично, то есть они повторяются в определенный этап вашей жизни, когда вы к чему-то доходите и высокому поднимаетесь, к какому-то уровню, либо бывают они частного характера, когда просто вот на вас начали нападения, кто-то черную магию на вас начал проецировать, или негатив вам желать, или просто там какие-то властные люди что-то на вас воздействуют, может, психологически, морально, финансово, там еще как-то, и у вас все начинает рушиться, и люди попадают в такую вот дыру или яму в своей жизни, в своем развитии, когда у них все останавливается, везде проблемы, все не получается, у всех начинается паника. Но если там магическое воздействие, все обращаются к магам, миллиард там, что делать, все пропало, все на эмоциях. Я всегда в такой ситуации говорю, когда я ко мне общаюсь с клиентом, я говорю, первым делом успокойтесь, я говорю, понимаете, что только в спокойном состоянии вы сможете давить каких-то результатов. Если будете нервничать, вы не сможете к этому прийти. При этом я это говорю, четко зная о происходящем, потому что у меня такие ситуации тоже были, и были это в связи с воздействиями, магическими нападениями, когда люди хотят тебя уничтожить, колдует на все подряд, чтобы у тебя все было плохо, разумеется, это имеет некую отдачу. И как реагировать, я прекрасно понимаю, что там главное сохранить спокойствие, даже если нет результатов, ты все равно определенный период времени проделаешь какую-то работу. Должна быть хладнокровность, четкость, стойкость, как из этого периода выйти. То есть, конечно, не каждый на это может пойти, не каждому хватает силы характера, силы воли, начинают метаться и биться, и самое, что ошибочное, начинают обращаться к магам, находясь в своем эмоциональном биении, чем снижают работу мага, то есть снижают результативность, вернее, работы мага. В результате маг что-то там делает, а его работа падает из-за их неправильного психологического поведения. Ребят, я вам хочу предоставить что-то вроде схемы того, как вылезти из ямы. Некая схематичная план, некий такой скелет того, как нужно выбираться из таких ям. Какие бывают правильные, неправильные действия, поступки, мысли и так далее. Более того, я вам расскажу магическую технологию, потому что это магия. Я вам расскажу, как магически воздействовать на ситуацию таким образом, чтобы она вас не опустила на дно, не сломала, не разбила, а наоборот подняла еще выше. Что вместо того, чтобы опуститься на дно, вы взлетели выше. То есть многие говорят, что ситуации в нашей жизни негативно происходят для того, чтобы мы что-то поняли, для того, чтобы мы возвысились. Но на самом деле, ребята, как вы уже знаете, все мои лекции, ничего само не происходит. И если вы не предпримите правильных мер, и у вас не будет корректного результата, а корректной реакции на происходящее, то и результата соответствующего не будет. Поймите, что эти люди, которые говорят, что вот они это прошли, у них определенная мудрость жизненная была, они как-то неосознанно поступили правильно, неосознанно решили правильно, вроде все сложилось, вроде как бы само, но не само, понимаете, вот это их навык, их мудрость, которые они не могут сформировать и передать. А я по своему опыту могу сказать, вылазь из различных ситуаций, которые у меня были, тоже опускали, я достаточно быстро из них выхожу, не потому что они не сложные, не потому что они там не ужасные и не жопные, и там не было угрозы какой-то, а потому что я изначально, заранее, во-первых, это предвижу, потом я уже знаю, к чему это приведет, чем это пахнет, уже знаю, как это все работает, как оно устроено, там есть некие механизмы психики нашей, там после определенного тумблера у человека уже что-то ломается, то есть надо соблюдать временные рамки еще, чтобы не сломаться, чтобы вовремя успеть все это подгрести, чтобы там выйти из депрессии, чтобы не войти в нее и так далее. И можно очень быстро, гладко, просто по поверхности водички там пролететь, чуть-чуть ножки замочить и потом выйти на возвышенность. Это все магические технологии. Конечно же, то, что я буду вам рассказывать, очень близко граничит с психологией, с классической, с парапсихологией, но могу сказать точно, что это технологии магии. Как бы это ни было похоже на психологию, то, что я вам буду рассказывать, это выстраивается магическим образом, потому что это относится к области магии. Умение строить каркасы своей судьбы, своей реальности и линии, ветки своей судьбы при негативном воздействии извне любого характера. Потому что если вы входите в такую ситуацию, что у вас там жопа беспробудная и безвыходная, и вы не можете оттуда выйти, то однозначно это связано с каким-либо воздействием, либо конкретных людей, либо магии, либо существ, сущности, либо на вас кто-то там напал, либо они напали с вашего рождения, неважно там, откуда они вообще к вам привязались, когда и почему, но в любом случае это нападение. Потому что в нормальной природе такого не бывает. В нормальной жизни человек, желающий, стремящийся к чему-то созидательному, делающий действия, для этого получает определенный результат. У него не может быть там все в жопе, и все прям ниже, ниже, ниже. Он прям старается делать, и прям ничего не получается. Конечно, это результат того, что присутствует чья-то чужая воля в процессе, которая против вас, соответственно, настроена, и она все делает против вас. Чья чужая воля? Это вопрос номер два уже к магии. Но мы с вами подробно не будем рассматривать, на самом деле, вот эти вот, я разве что по вашим вопросам рассматриваю чья-то чужая воля, чье это воздействие. Но я хочу вам дать механизм выхода. Это некие, знаете, помощи, выхода из долговой ямы, как вот некоторые организуют такие фирмы, как там выйти из кредитов, из долгов, в помощь людям. Вот я примерно такой механизм вам даю, выход из долговых ям энергетических, как это делается, как это совершается, поделюсь своим опытом. Потому что опыт у меня в этой сфере большой. Так сложилось, что моя жизнь устроена таким образом, что многие меня пытались топить, и ненавидят, и чмрят. И вы знаете, что всегда человек созидательный, светлый, он привлекает внимание многих очень гадких людей. И, конечно же, все это проходило я все равно, конечно, я многие эти моменты знаю. И знаю, что за ощущения, чувства, эмоции там вы испытываете. Поэтому я с полной уверенностью, полным правом могу вас затыкать и говорить, не надо успокойтесь, говорю вам по лицу надо дать успокоиться. Потому что здоровая позиция взрослого человека, все плохо, надо исправлять, надо как-то исправлять. И слезами делу не поможешь, как говорится, да, паникой тоже не поможешь. Значит, надо взять себя в руки и как-то решать вопрос. И я вам расскажу, какие бывают просадные моменты, какие бывают моменты, где вы тормозите, где тормоз процесса, где есть аспекты того, что ситуация проседает в минус, в минус, в минус, и вы никак не можете в плюс выйти. И, разумеется, в плюс она поднимается не сразу, как многие думают, сейчас наколдовал, Мак, сейчас все получится. Не, это опять же не получилось, пошли к другому магу наколдует. Не, это опять не получилось. Оно так и не работает. И я вам скажу по своему опыту, я, будучи сама магом, колдую каждый день на себя. И то для выхода из этих ситуаций, при каждодневном колдовстве по несколько часов, мне требуется по несколько месяцев, ребят, понимаете? Ну, конечно, некоторые дни там я отдыхаю, не говорю, что там все подряд, но все равно, чтобы вы понимали. Конечно, объем разный бывает, но все же, если на вас постоянное воздействие оказывает ежедневное, ну, выход из этой ситуации будет небыстрым, но даже самый быстрый выход, он может уложиться в месяц-два. Там зависит от ваших, опять же, долгов, финансовых возможностей и так далее. Конечно, что вы там можете терпеть, что вы не можете терпеть, но ситуация затягивается как резина, выйти из нее можно достаточно быстро. Конечно, бывают ситуации очень сложные для вас, категории более высокие, когда вам нужно воздействовать на других людей. Это немножко другой аспект. Одно дело, вы отвечаете, вот смотрите, если в любом случае задействуются другие люди, только есть огромная разница, когда вы отвечаете за свою жизнь и вопрос своей жизни выстраиваете, а есть, когда вы подмазаться, хотите примазаться каким-то общественным делам, типа какая-то там сделка там или еще что-то, от которой тянется там немножко другая история работы и не всегда она бывает, ну и то, что вам по зубам, иногда там тоже есть механизм решения, тоже есть механика, как из этого выйти, просто немножко другая. Там за это отвечает очень много других людей, и вам нужно так же привлекать других людей, как привлекает другая сторона людей или как на другой стороне присутствуют люди. То есть, в принципе, этот механизм вот такой, немножко разнится, но в любом случае механика есть. Ну и выхода вот из этих всех долгов, жоп, там проблемы и так далее тоже. Это, в любом случае, магическая проблема, если у вас там суперневезение, ну, конечно же, а магическим образом-то все не складывается, понятное дело. Так что я вам дам ключи выхода, это будет бесплатная лекция общего доступа, потому что я понимаю, что такая информация людям нужна. Очень многие люди обращаются, я им всегда говорю, ребята, я вас сопровождать не буду, потому что у меня немножко другая работа, но я могу дать все знания абсолютно. И если вы будете в состоянии адекватно находиться в адекватном состоянии, то я могу разработать вам план системы, как выход из этого происходит. То есть, допустим, на консультации я определенное направление даю, человек прорабатывает, потом следующая консультация на дату проработки. Если ему прижучило и пришпарило, значит, он очень быстро будет это прорабатывать, чтобы у него все было. Если он ноет и страдает, он будет очень долго прорабатывать, соответственно, вторую консультацию нет смысла его пускать, потому что он не доделал работу, вот что там делать. Просто паныть и пострадать, что он заплатил денег, чтобы все свершилось, оно так не произойдет. Свершится только если вы сделаете правильные действия. При правильных действиях есть правильный результат. Мы будем рассматривать его с вами так, не зависимо от ваших эмоций, ощущений и так далее. И еще, знаете, очень многие ситуации складываются магическим образом для нас так, что они дают нам поворотный механизм нашей жизни. То есть, правильная наша реакция на происходящее действие обеспечит нам определенный результат в будущем. И вот здесь я вам расскажу про то, что называется опытом жизни. Вернее, вот многие говорят, еще раз повторюсь, что вот это опыт, что вот вы, познав это, двинетесь дальше. Вот на самом деле нет. Человек не двинется дальше, пока он не сделает правильные действия. Так очень часто бывает в браке совместном, в совместных отношениях, которые долго тянутся, нельзя от них выйти, говорят, у нас кармическая привязка. И как же мы эту кармическую привязку не развяжем, а по той самой причине, что для того, чтобы вы вышли из этих отношений, что-то постигнув и поднявшись выше, вам нужно правильной реакцией было, произвести правильные действия и какие-то понимания получить в кратчайшие сроки. Более, там есть сроки. Сроки эти обеспечены нашей психикой и нашим сознанием. Потому что наша психика не резиновая, у нее есть порог. У каждого из нас есть порог, на котором мы опускаемся ниже, надо еще больше. Знаете, вот когда если долго, допустим, у тебя ничего не получается, сначала ты вроде на парах, все, потом как бы уже в депрессию вошел, уже так опустился делаешь, потом еще опять не получается, уже еще опустился, еще, и потом стадия дохода такой, что ты уже ничего не можешь делать, потому что у тебя как бы ничего не получается. То есть у психики такие стадии определенные есть, психологический характер и хоть и тресни, нельзя это отрицать. Поэтому по этим стадиям психики, это наш организм, наша физика, физиология, по этим стадиям психики мы с вами делим процесс на временные рамки. И там очень жесткие есть временные рамки, когда и что мы должны сделать, чтобы у нас были правильные результаты, правильные реакции, правильное возвышение. Те же самые отношения, кармические отношения. У нас есть срок на проработку кармических отношений, после которых их нужно разрушать в постижении, в понимании, иначе дальше выходить из них и подниматься выше будет все сложнее и сложнее. То есть это вот психология, мы, конечно, будем рассматривать вас с вами много. Но, в общем, я вам объясню, что такое получение правильного опыта, как это вообще делается, чтобы вы из ситуации выходили с опытом, а не просто так складывалось, что вы там живете непонятно, вроде это опыт, вроде к добру, а ничего не меняется, все так же, и вроде нигде, а где озарение, где опыт. Понимаете, опять же, все не само. Все это происходит при вашем верном отношении к жизни, при вашем верном поведении. Обычно в таких ситуациях помогают люди своими советами жизненными, направлениями. Здесь вот нам мудрость старших поможет, мудрость более опытных поможет, где они, имеется в виду старших не всегда по возрасту, более опытных людей, потому что иногда люди в возрасте, они дурят очень сильно. Поэтому это зависит от того, когда человек как быстро, понимаете, не надо доживать до старости, чтобы сделать правильное решение на определенных этапах своей жизни. Это вообще делается очень быстро по природе своей. И человек, доходя до старости, должен быть уже просветленным. Но люди, доходя до старости, не просветляются почему-то, потому что они всю свою жизнь, они отстают на столько шагов, что дело-то не в том, кто старше, кто моложе. Дело в том, что тот факт, что они так долго тянут, не дает им чести, понимаете. Вещей, которых можно очень быстро решить и очень быстро перешагнуть и подняться выше на много шагов. Поэтому, ребят, более опытные люди, которые где-то перешагнули все-таки, неважно, какой у них возраст, они могут быть вас и моложе, они могут с вами поделиться, рассказать там свои жизненные позиции, рассказать свои отношения и так далее. Конечно, это нас подтягивает, но все это кусочками, все это урывками. Вот я вам систему предлагаю. Я вам расскажу всю эту механику. Систем очень важны, очень нужны знания. Я знаю, что очень многие люди страдают и находятся в таких проблемных моментах, проблемных зонах. Вот мы наконец-то ваши зоны разберем в общем порядке. Потому что вот отдельно, конечно, я не могу этим заниматься частно. Это столько материала, столько информации. Вот отдельная лекция, суббинарная эта тема будет. 7 сентября в час по Москве, ребята. Заходите, смотрите, слушайте и наблюдайте. Ну и второе мероприятие у нас будет 13 октября, которое я хотела прорекламировать, он уже подряд. Я поэтому в одном видео сделаю сразу рекламу. 13 октября наше долгожданное мероприятие по техникам работы со змеиными энергиями. Я сейчас объясню, что это такое для тех, кто не понимает. По сути, даже можно сказать, со змеиными людьми. Тоже, опять же, животрепещущая такая проблема. Вот эти две такие лекции, они на такие животрепещущие проблемы человечества. Что делать со всякими змеями? Много раз мы задали вопросы, всякие люди, очень нехорошие, мягко сказать, змеиные дамы, женщины, которые подставляют, врут, издеваются, чумырят там и всячески они на вас воздействуют, как физически и морально, так и психологически, энергетически и магически. То есть они могут вам словесно, физически делать паксты, могут магически колдовать на вас постоянно. Но вот это змеи и змеи, понимаете, почему змеиные энергии? Потому что змеи они, вот никак их по-другому не зовешь, змеиные люди. Поэтому можно сказать, рептильные энергии, рептильные какие-то там проявления, ну, неважно, не суть. То есть это, по сути, больше такая вот работа с подобными людьми. Если они вас магически воздействуют, постоянно вот не заткнуть их, да, вот есть люди вообще никак им роты не заткнуть. Ну, вот противные, мерзкие, понимаете, опять же, месть, там зло, оно что-то во имя чего-то делает. Либо там они захватывают мир, тогда они не будут там вам мстить просто так, потому что у них там есть цель, план, как захватить мир, там нужно власть захватить. Вот, либо второй момент, соответственно, у них там цели как-то подвинуть каких-то созидательных людей, чтобы они там не фанили, для того, чтобы они могли там свои темные делишки, опять же, у них есть конкретная цель. Вот, а люди-змеи, вот у них просто не почему, это тупая месть, она не имеющая результата даже, не имеющая цель конкретной, просто такой яд изливается, пока есть. Причем, они, знаете, вот все-таки такие люди, они поднимают только язык силы, и вот настолько они не в адеквате находятся, что вот он яд изливает, изливает, причем он тупо изливает яд даже, вот, ну, как бы подойдешь ему в глаз, дашь, и успокоится человек. То есть, такие люди, они вот понимают только так, у них, как, вы знаете, из мандража выходит. Соответственно, вот эта змеиная категория людей, одно дело, там они колдуют, другое дело, они просто физически вам жизнь не дают, вот, они еще воздействуют, да, они гипнозом владеют, у них все равно это гипновоздействие, оно вот вечно либо вас просаживают, либо людей там вокруг вас, чтобы они к вам так относились, они гипно... И вот вы им покоя не даете, и вот они там миллиард причин найдут, за что вас ненавидеть, и какую вы злую там, и почему-то они, видимо, надо там весь свой негатив оплескивать на других людей, в плане всех себя, чтобы не видеть себя, ни на секунду себя не увидеть, они должны все это проецировать на окружение, постоянно, беспрестранно, потому что если они хоть на секунду перестанут проецировать на окружение, какие все там плохие, или кто-то конкретно, то они увидят на секунду, что это они такие на самом деле, а другие леди нет, у них ничего такого, что они видели этой хризи. Вот, и, конечно, поэтому они используют гипноз, чтобы, не дай Бог, Они сейчас себя гипнотизируют и сами в это верят до конца, чтобы у них это шло. Значит, ребят, наконец-то механика техники, магии работы со змеями у меня открылись, когда я была на Белухе, вот здесь на Алтае в магическом месте. Раскрылись технологии, как этих змей обезвреживать, чтобы они не воздействовали, как обезвреживать их психику. При этом, если они даже, понимаете, там проблемы в чем? Они могут даже говорить и делать, но если за этим не будет стоять гипноза, никто даже их слушать не будет. Даже очевидно видно, что они бред несут. Там просто настолько это видно. У них этот бред, он необоснованный. Вот еще раз я говорю, вот если бы там всякие великие силы зла творят зло по какой-то цели, они еще хитро могут притворяться, грамотно там живляться, грамотно там закрывать. То есть у них там логика какая-то, шахматная игра, стратегия. А эти даже тупо делают, даже не скрываются. Они везде могут спалиться, что они там на самом деле не так думают, там воронен-воронен накладываются. То есть они могут сами себя издать до 10 раз по тупости своей, потому что у них просто излияние, оно настолько тупое. Только гипноз позволяет этому держаться. Если убрать гипноз, они настолько это очевидно, что они там сами спалятся, сами 10 раз это скажут. Предложение сказал, половину предложения пытался наехать, половину предложения сам подчеркнул, какой он дебил. То есть в принципе без гипноза это все уже не будет иметь никакой силы, никакое воздействие. Наша с вами задача обезвредить их гипноз. При магическом воздействии, если обезвредить их гипноз, их магия не будет ложиться, потому что она ни на чем не обоснована. Она не обоснована ни на ваших слабостях, ни на ваших силах. То есть если темные магии, опять же там стратегии, они ищут там слабости, но для того, чтобы видеть слабости, человека надо знать, в чем вот разница. Вот я говорила, черные магии. Дело в том, что для того, чтобы знать настоящие слабости человека, нужно знать его настоящее достоинство. Нужно его реально по-настоящему знать, изучать его, понимать. То есть человек, занимающий черной магией профессиональный грант, на такой-то все умный повелитель зла, там не знаю кто. Это человек однозначно знающий, что он атакует хорошего человека, очень хорошего человека, который делает хорошие вещи. И он это делает ради своей какой-то цели конкретной. где он, зная, что это хороший человек, пользуется слабостями, его добра и свет. А эти люди, наоборот, они же не знают, вернее, они обвиняют других людей, что они плохие и злостные, что вы такой-сякой, но при этом, конечно же, это все вранье абсолютнейшее, и там они, пытаясь найти вашу слабость, они их придумывают просто, они придумывали ваш образ, наклеили на вас, загипнотизировали всех, что вы такое. То есть они даже не разбираются в том, какой человек, потому что даже если они разберутся по настоящим ваших слабостях, ваших настоящих слабостях, то они реально постигнут ваши настоящие достоинства, то они увидят, что вы хороший человек, и что на самом деле-то они дерьмо, то у них вся ругнет магия, то есть они не в состоянии будут ничего делать, в отличие от этих там злостных, которые, признавая, что они там зло, они все равно это делают. Поэтому, конечно, они теряют силу, и, разумеется, никогда они не смогут настоящие слабости увидеть, для этого надо видеть, для них виденье – это самое главное зло, потому что это сердце, виденьем обладает сердце, а раскрытие сердца их уничтожает и сжигает, поэтому они никогда не будут видеть, и никогда они не увидят ваши недостатки настоящие, недостоинства, ничего. И, соответственно, их магия сама по себе не работает, потому что я вам рассказываю, что истинная магия, она на что-то всегда опирается. Либо на достоинства белая магия опирается, усиливая правдивые качества, истину, правду, либо на недостатки темной магии, опираясь на страхи, какие-то на настоящие глубинные недоработки. Но это должно быть настоящее, то есть оно есть, опять человек это принимает, по какой-то причине не принимает и так далее. Тогда магия ложится. Если ничего этого нет, и они не в попад просто лепят на вас какие-то там несуразные бредятину, и в плане ваших достоинств и недостаток, это, конечно, не работает никогда, ни в хорошую, ни в плохую сторону, и у них только гипноз работает, что ты загипнозирует всех, что реальность она такая, что вы на самом деле такое, а не другое, просто-напросто внушить всем это ни на чем не обоснованно, абсолютно ни на чем вообще. То есть это вот ложь-змей. И я вам как раз вот дам технологии, как разбивать гипноз. Без гипноза ни магия не действует, ни их воздействия на людей, а сами они, ну что он там изливается, он даже на вас действовать не будет, потому что когда он начнет изливаться этим ядом без силы за этим, даже вас это трогать перестанет, вам настолько, но все равно он почувствует себя сломленным, оскорбленным, и сам будет разрушен, и поэтому он сам в себя с этим ядом и уйдет. Вот, то есть главное у этих змей выключить и гипноз, обнулите гипноз силу, воздействие деструктивное на их гипнотические способности. Вот этим мы с вами и займемся, ребята. Поэтому я вам расскажу технологии, наконец-то у нас раскроется, и вы сможете покончить с этими змейными товарищами. В принципе, два этих, наверное, курса, две эти лекции, они взаимосвязаны, и людям, у которых проблемы в жизни, если на них оказывают какие-то воздействия, сто процентов там не змейные люди, которые вот этот все негатив, агрессию проецируют. Поэтому, конечно же, в любом случае они присутствуют, и воздействовать на них также можно, обнуляя их, чтобы они прекращали воздействие на других людей, и вытаскивать себя из этой ситуации точно так же. То есть, в принципе, вот эти две категории, они вас вытащат из любой ямы. У нас осень, как всегда, такой подъемный, на самом деле, период с нашими лекциями. В прошлогодние нас осень мы поднимали женщин, я как раз женщин выводила, которые были подвергнуты насилию или каким-то атакам, жестокому обращению, энергию мы поднимали. В этом году люди, которые подверглись нападению атакам, таким вот групповым каким-то, нескольких людей. Ну, такие ситуации очень часто, и многие про это рассказывают. В этом году мы вытаскиваем, так что нас осень, такой период, когда мы вытаскиваемся. Зимой у нас волшебство магии, а весной у нас начало новой жизни, и вот это весной у нас тоже мероприятие, то вхождение в пространство вне времения, где мы будем проводить с вами лекции, соединения с различными аспектами ваших сознаний, души, вне времени, пространства, которые у нас будут в колонне проходить. Я вам рассказывала про этот город, про волшебство, про магию, как там можно соединяться, на чиннелинг-канала выходить. Но об этом позже я уже, конечно, сниму рекламное видео. Ну, и сейчас осенью, ребята, не забываем про наш Абали, поездку в наши волшебные храмы, и мы будем проводить там магическую работу в Матери всех храмов. Я буду проводить ретрит с местными энергиями по высвобождению как раз-таки вот этих ложных конструкций, проецирующих для нас лживую истину. То есть прошлая работа, прошлогодняя на Бали, которую я снимала, я вам там рассказывала знания, которые у меня там открылись в храме, что на самом деле происходит искажение правды через энергию воды, потому что вода передает информацию через кровь, через тело, и вот христианская и религиозная конфессия на этом держится. Мы с вами будем распечатывать вот эти вот печати в нашей крови, которые нас заставляют путать правду с ложью и не видеть настоящее своими глазами. Вот эту работу мы будем проводить там, ребята, только без онлайн, потому что там связи не будет, поэтому желательно, чтобы вы присутствовали по возможности. Записывайтесь, обращайтесь, вся информация есть на сайте, приходите, ну и следите за нашими мероприятиями. Всем желаю удачи в работе над собой и до новых встреч!